А современное искусство в этот момент, когда мы приехали, оно было очень любопытным. Оно любопытным было тем, даже своим политическим манифестом. Перед этим где-то такое, по-моему, это было начало 70-х годов, был какой-то конгресс, на котором, помимо всяких других вопросов политических и идеологических, они говорили о искусстве. И там было объявлено, что живопись, это буржуазная, короче, она не нужна массам, а массам необходима только перформанс и еще концептуальная искусство. Ну, все, мы как раз, поэтому, когда мы приехали в Англию, там нас еще поразило то, что почему-то все ездят в китайской униформе на велосипедах, молодежь. И почему-то в китайской униформе. И сразу же в первую неделю я обратил внимание, что Лондон, он как будто его только-только разбомбили. Блин, он был такой. Это фотография из окна нашей кухни. А у нас дом, который нам дали, только вот не отвалилась вот эта часть. А так, а крыша была, вся лежала на лестницах, вот так вниз. И наш дом был меньше, чем вот этот, он был вот так вот, вот такой вот. То есть, это был вот, значит, ground floor, first and second. Все. Здесь вот это совсем не было, значит, крыши. Ну, в общем, вот лондонская крыша, вот она, лондон-руф, вот сюда. Она, значит, вся сваливается туда, внутрь. Вот это вот, в общем, вот так. От стены до стены. Одна идет каминная стена для двух зданий соседних. Это разделяющие, вот разделяющие. Это вот и называется terrace houses. И крыши могут течь откуда угодно, начиная с трещин в трубе, где-нибудь до самого низа. Так, так как это пристройка, она легче всего отваливалась, потому что между кирпичами там ничего не было, там была пыль. Вот такие дома муниципалитет давал художникам, писателям, поэтам, чтобы они могли временно там жить. Эти художники, ну, а это не бездомные, которые бродили по улицам, а те, кто окончил там колледжи. Большинство из них, из очень хороших даже семей, потому что, чтобы учиться в какой-нибудь частной школе, нужно, чтобы родители платили большие деньги. Ну, это ребята. Потом это... Это был уже британский авангард. Они все были такими. Когда мы приехали, только, что такое, 23 британских художника жили на средства со своих работ. 23, их можно легко пересчитать, начиная там с Генри Мура, Барбара Хэпфорд, там Бен Никольсон, там Дэвид Хакни, Ричард Хамильтон. А то, что было в Москве до этого, оно как будто бы осталось сзади, без оглядки, а стояло перед тобой. В общем, ты как будто ты все сзади, а ты все продолжаешь видеть сквозь. Вот все, что было, то сквозь это все видишь. Весь этот самый 75-й год, начиная вот с русского же Рождества, я ничего не мог делать. Я перестал как-то. Потом не на чем было работать. Почти не работал, ничего не делал. Но очень тосковало о том, что я очень хочу. Живопись было делать невозможно по той простой причине, что нужны огромные деньги. Или надо идти... А мне в это время уже было 42 года. 42, 43 и так далее. Набираются годы быстро. Идти куда-то такой вроде бы учиться, как будто под видом того, что приходишь учиться, начинаешь там писать. Они там дешево предоставляют, в общем, пользоваться разными красками, какими-то другими материалами. Обычно в колледже завозят для студентов. У меня была такая мысль. Я подумал, что... Нет, это не нужно. Почему? Потому что мне нужно... Я не могу влиться в их коллектив, который параллельно весь политизирован. А я так как представил, ну что, я приду к ним. Каждый дурак будет мне это говорить, что это предатель социализма и революции. В спину будут говорить. Они не будут прямо говорить. Прямо они будут улыбаться. Хм, hello, nice day today isn't. Ну что, в таком духе что-нибудь будет мне говорить. Я должен тоже им говорить что-то в этом духе. Вот. И вообще терпеть их или еще что-то такое. А я не смогу терпеть. Я помню, нет, этот вариант отпадает. Я уехал в Италию. Пригласил в какая-то студия в Гене. По-моему, называлась она Иль Пунто. Ну, не важно. В общем, короче говоря, я приехал туда, а галерийщик говорит, что все очень дорого. И вот вы мне сделайте одну какую-нибудь гравюру. Она просто не смотрит даже ни на что. Она говорит, ничего. Я ей ничего не показываю. Потому что я говорил, что у меня работы нет, я хочу сделать новую работу. Она говорит, чтобы новую работу сделать, очень дорого, бумага дорогая, материал дорогой, студия дорогая вообще, там что-то такое. Я ей говорю, а где же тогда, как мне сейчас обратно до вокзала дойти? Она говорит, а вот так, вот так, вот так, вот так. Я говорю, хорошо, ладно. Можно я от вас позвоню моему приятелю, он под Миланом, там, в Касану. Она говорит, ой, это так тоже дорого. Она говорит, ну, мне-то надо куда-то ехать, у меня, я не стал ей говорить, что у меня не было денег на обратный билет даже. Это такое, я приехал сюда и больше никуда. Ну, вот я, значит, это... Ну, короче говоря, она все-таки, я ей дал телефон, она ему позвонила, за нее зацепилась и дает мне трубку. С ним я мог говорить по-итальянски. Он меня понимал, слушал внимательно и догадывался просто даже по нескольким слогам, что я хочу сказать. Ну, и, в общем, он мне тоже говорит, говорит, денег нет. А сам он меня приглашал. Денег нет, ничего нет, работы нет. Вообще, короче, приезжай. Ну, значит, я говорю, ладно, сейчас приеду. То есть, это не так далеко, от Генуи до Миланы. В общем-то, было не так. В общем, на вокзал купил билет и посмотрел, что у меня денег совсем немного. Ну, до Милана можно еще доехать. Ну, и вот. И когда я ехал в этом вагоне, в вагонах этого, в одном из вагонов этого поезда, он идет так вот, виляет там в Альпах. И, ну, в общем, там, в общем, там получается так. Он как-то шел этот поезд через какие-то туннели. А дверь открывается в поезде спокойно. Там дети там сидят, там где-то куда-то, они за какую-то школу куда-то еще едут. Там все, в общем, у них все весело, все в порядке. А у меня такой камень на душе. Ну, вот, куда я еду, зачем? Ну, вот, я... Ну, я обратил внимание, что дверь открывается. И думаю, так, у меня на обратный путь билетов нет. Я выпрыгнул в туннеле, и все. Ну, вот, я, когда я уже приехал в Милан, потом узнал, как доехать до Касана, на каком трамвае надо ехать до автобуса, потом, значит, на автобусе до Касана, приехал уже был вечер. Ну, я иду через, там, площадь такая, я уже был до этого, там, в 74-м году. Площадь перехожу, иду там уже в маленькую улицу, названия такие, вот там, Вио Леонардо да Винчи, Вио Микеланджело. Все это очень так забавно, очень так замечательно. И этот Личан увидел меня из бара, знаешь, выскочил, я говорю, Олег, я говорю, все, ну, привет, здорово. Я ему говорю, по-итальянски, я говорю, мы можем прям сразу начать работать. Он говорит, да, конечно, давай. Ну, вот мы заходим, он мне, говорит, только у меня, материала нет, у меня вот есть старые литографские доски, их можно перевернуть. Ну, мы посмотрели с ними, говорит, давай, я говорю, я взял с собой вот ножницы по металлу. Вот эти ножницы. Вот с этим инструментом я эмигрировал на Запад. Московские еще ножницы, я их все время с собой возил. Такие простые. Ну, вот. И, значит, он мне дает доски, я их на это, накромсал, ну, так разложил, так на столе. Разложил, значит, их. Цинк очень хороший, так немножко, как-то его потер там, чуть-чуть, ну, вот. И взял иглу, и вот первую работу я сделал на звук иглы. Просто на звук ее. Я ее делал так, как будто я сам себя резал. Просто. Вот мне хотелось мне самого себя просто ее сполосовать. Просто убить. Нахрен. Еще были, значит, такие моменты, когда, например, ну, были какие-то моменты. Они очень радовались каждому взрыву какому-нибудь, когда там ирландцы что-нибудь взрывали. Они, это интеллектуалы, кого-нибудь угрохали, и так далее. Они были в полном восторге. Они в полном восторге, все друг друга поздравляли, и так далее. Все. Мне это было до лампочки. Все это. Ихни радости. Даже помню, когда советские вошли в Афганистан, соседка пришла к нам, прибежала поздравлять нас, что наконец-то афганская женщина сняла чадру. Я говорю, ну, она в Советском Союзе чадру не сняла, и никогда не снимет. Как они могут снять чадру в Афганистане, сколько у кого-то? Динька плакала, например, когда вошли в Афганистан. Мы закрыли двери, перестали открывать кому бы то ни было, здороваться с ними. Вообще, перестали просто, проходили мимо. Просто мы проходили уже мимо, не обращали на них внимания. Потому что это бесполезно, разговаривать с ними. А я тем временем, значит, стал уходить все больше и больше в себе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!